Здравствуйте! Вы смотрите тему дня. Говорим об актуальном. 25 октября в Украине пройдут местные выборы, причем по новому законодательству. Говорим об актуальном. 25 октября в Украине пройдут местные выборы, причем по новому законодательству. Это выборчая реформа по-справжнему. Большинство того, про что мы дискутировали последние 10 лет, что записано в коалиционной угоде, что нам настойливо рекомендували ОБСЕ, Рада Европы, Венецианская комиссия, нашло свое отображение в этих 253 сторинках. О новом законе про местные выборы мы поговорим с Денисом Денищенко, советником руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации. Здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Денис, согласно закону планируется внедрение открытых партийных списков. Как вы считаете, это то, за что стояли люди на Майдане, за что боролись и стремились получить в демократии? Ну, скажем так, этот закон не идеальный, но это уже шаг вперед к нарвадовластию. Поэтому, ну, закон, я, честно говоря, очень рад, что, в принципе, принят этот закон, потому что предыдущий, но он был, скажем так, ну, совсем уж плохо. Поэтому я считаю, что да. Скажите, насколько это будет работать вот реально в наших условиях? Это будет работать. Почему? Потому что в данной ситуации, скажем так, получается определенный симбиоз. Партиям нужно будет привлекать людей, которых знают в городе, в поселке, где они будут избираться, в районе. Вот. А людям будет нужно идти тоже к сильным партиям. Поэтому, скажем так, будет ответственность и у людей, и у партий в том числе. И что подразумевает данный закон? Он подразумевает то, что теперь не партийные функционеры решают, кто будет проходить в Рады, в советы городские, а будет решать, по сути, люди на местах. Потому что в данной ситуации закон подразумевает, побеждает тот, за кого проголосовали люди. Идет определенная рейтинговая система. Ну, я думаю, мы с вами ее попозже обсудим. А какой вот системе выборы эти будут проходить? Скажем так, это, ну, как ее еще частично называют, такая гибридная система. Но я вам вкратце объясню, как это будет. Будет, например, вот сейчас мы берем пример Северодонецка. Да, в Северодонецке будет сокращение количества депутатов. Раньше было 50 депутатов, сейчас планируется 36. Вот. Там идет по количеству населения. Вот. Соответственно, количество депутатов уменьшится. Вот. Но получается какой момент? По Северодонецку будет 36 округов. Вот. И партии могут выдвинуть на каждом округе своего кандидата. Конкретно по фамилиям. Бюллетень будет один. В бюллетене будет написано большими буквами название партии. Потом первое место в списке. Первое место, оно заморожено. Если партия проходит, этот человек тоже проходит. И дальше будет идти фамилия кандидата, который баллотируется конкретно от этого округа. Вот. Их по Северодонецку будет 36. Вот. Есть список 36 кандидатов в депутаты. И вот, ну, условно берем партию Н, которая берет условно по городу Северодонецку 20%. 20% с бонусами, это будет порядка, ну, 10-12 мандатов в городской совет. И каким образом будут проходить люди. Вот. Есть этот список 36 кандидатов по округам. Будет процентное соотношение. Взял человек на своем округе, например, 28%. Это самый высокий результат. Он двигается на первое место. Следующий человек там взял 27%. Он заходит на второе место. И, соответственно, партия взяла 20%. Это 12 мандатов, условно. Все, проходит 12 человек. Поэтому, соответственно, людям нужно идти от крупных партий. От сильных партий. Потому что, если человек, ну, условно пойдет от какой-нибудь партии, там, ну, я не знаю, там, от какой-то, от любой, которых у нас там в Украине сколько? 100 или 200. Даже если он выиграет на своем округе, возьмет 100%. Но если его партия по городу не возьмет 5-процентный барьер, то человек не проходит. Поэтому. Людям нужно будет идти к крупным партиям. Поэтому есть определенная критика этого закона, что закон прописан в интересах крупных партий. Да, это есть. Вот. Но это дает и определенную ответственность. Потому что не получится теперь человеку, как, ну, часто это было у нас. Человек пошел от какой-то там партии, там, какой-то чего-то, да, везде на своем округе, всем покрасил лавочки, купил там картошку, гречку, там, и все такое. И просто прошел, а потом в горсовете делает, что хочет. Как бы, это определенный уже такой, знаете, эволюционный путь, как я считаю. Ну, эволюционный путь развития. И, в принципе, местные проекты могут проходить, ну, в городах, там, таких, как Севердонецк, Лисичанск, ну, условно назовем там, Севердонецк мой город, да, как Луганский был, там, Луганск наш город. Теоретически это возможно. Но, но для этого нужно будет готовиться. Готовиться не за два месяца, за три месяца до выборов, как часто это бывало, а готовиться просто заранее и привлекать тоже сильных людей. Вот, поэтому люди будут голосовать и за партию, и за фамилию в списке. Поэтому, если человека, люди на этом округе знают, может, даже партию нету, не сильно любят, но они знают, что это дядя Вася, который там у них постоянно, там, красит детскую площадку, да, там, высадил. Чем-то помогает. Чем-то помогает, да. То они за него проголосуют. Поэтому так. Ну, вот это вот название гибридная система, как вы считаете, это больше с иронией используется или все-таки справедливо? Ну, я же говорю, определенная доля здесь есть. Почему? Потому что мы это, ну, не полностью, скажем так, открытые списки, потому что все равно человек прикрепляется к округу и все равно, как бы, он на этом округе должен работать. Да, она отчасти гибридная, как бы, поэтому, ну, потому что был там другой вариант закона, где, ну, скажем так, были более открытые списки, остановились депутаты вот на этом. Я не знаю почему, но я думаю, это тоже определенный, как бы, пробный шар, потому что коалиция подписывала, скажем так, выборы по открытым партийным спискам. Поэтому сейчас апробируются на этих местных выборах, вот, и потом, я думаю, будет написан закон к парламентским выборам уже на основе этого закона, будут взяты минусы, плюсы, как бы, вот, и будут носиться, как бы, определенные поправки. Поэтому момент о том, что гибридная, ну, он определенный, конечно, есть, вот, но это не говорит о том, что это плохо. Скажите, почему по новому закону устраняются избирательные блоки и остаются лишь партии? Почему? В блоках же все равно были нужны партии. Блок с кого состоится? Блок состоится из партий, да, там объединяется несколько партий, потому что, ну, там, как считается, в одной, ну, на партии же нужно преодолеть 5%, да, там, у одной процента, там, 2%, у другой 3%, у третьей 7%, как бы, и вот они посчитали, что им надо вместе идти, вот, и тогда они возьмут более высокий результат. Мое личное мнение, как бы, что ситуация с блоками и отмена, как бы, этой поправки, в принципе, она правильно, потому что, скажем так, по всей истории блоков, которые были, блок, когда приходит, у них нет политической ответственности, вот, и потом эти все блоки в Раде, как бы, они очень быстро, почти сразу, они разваливаются, и начинается лебедь, рак и щука, вот. Поэтому, ну, и, честно говоря, это очень редко, когда было эффективно, как бы, ну, на самом деле, как бы, создание блоков, потому что, поэтому, я считаю, это правильная норма, ну, отмена блоков. Вопрос с депутатом, почему они так сделали, ну, был бы я депутатом Верховной Рады, я бы тоже проголосовал за отмену блоков. Сама ведь движенца, какими они будут? Ну, данный закон, он, я жрю, он, это, ну, определенный эволюционный путь, да, в принципе, велосипед уже давно выдуман, как бы, и, есть, например, примеры, там, Америки, Европы, да, вот, ну, данный закон, он близок, там, к польской системе, польская система ближе к немецкой системе, поэтому он подразумевает выдвижение кандидатов от партий, вот, но у нас остается, вот, само выдвижение, о том, о чем вы говорите, ну, даже не само выдвижение, а мажоритарка чистая, она у нас остается в поселковых советах и в сельских советах, как бы, поэтому, но, скажем так, все равно закон идет за то, что должна быть партийная, как бы, ответственность, поэтому. Тем временем в Украине уже зарегистрирована первая территориальная громада. Реформирование началось с севера Луганской области Новопсковского района. Новопсков стал лидером в процессе создания территориальных громад. С ним объединился поселковый совет Осинова. 25 октября состоятся выборы в новой территориальной громаде. По словам председателя райгосадминистрации Сергея Белика, убедить людей было непросто. Но все же аргументов в пользу объединения оказалось больше. Сумели доказать увеличением финансовых возможностей громады объединенной, увеличением, расширением прав их. В конечном итоге решение принято положительно. Перспективный план развития предполагает создание на этой территории двух территориальных громад. В Новопсковскую могут войти еще 10 сельских советов, где пока думают. Вторая громада района, Белолуцкая, объединит 6 сельских советов. После слияния в эти общины будут переданы все полномочия, в том числе вопросы землепользования, образования и здравоохранения. Всего на подконтрольной Украине территории Луганщина будет создано 24 территориальных громады. Учитывая объединение территориальных общин, как будут формироваться избирательные округа? Смотрите, там где успеют формировать территориальные общины, по моей информации, наверное, успеют только на Новопсковском районе. Возможно, где-то еще, но уже время очень-очень поджимает. То, соответственно, выборы будут проходить вот этой территориальной общины. Если мы сейчас говорим, например, о Новопсковском районе, где проявили, скажем так, люди на максимальную активность и успели это сделать, то получается, если это будет территориальная громада, соответственно, уже не будет глава поселкового совета того же Новопскова выбираться только в Новопскове. То они присоединяют, по моей информации, два села. Соответственно, будет выбираться уже не мэр поселкового совета Новопскова, а мэр вот этой территориальной громады. Это будет название не мэр, это будет то ли староста. Сейчас надо по закону это посмотреть, потому что закон на самом деле, там 154 страницы, это надо смотреть. Но выбирать его уже будут и жители вот этих сел, которые в эту территориальную громаду вошли. То же самое будет и с советами. Соответственно, уже будет, если это будет территориальная громада, это будет не выборы в районный совет, а это будут выборы по всей вот этой территориальной громады. Имеется в виду, что в Новопсковском районе будет не два совета. Вот на данный момент, если бы они не провели, у них был бы поселковый совет и районный совет. То в данной ситуации, если они успеют это все сделать правильно, то будут проходить выборы в эту территориальную громаду отдельно. Скажем так, будет количество депутатов согласно количеству проживающих там людей. Если говорить о так называемой обложке выборов бюллетеня, как он изменится? Бюллетень будет один. Там будет большими буквами написано название партии. В следующем будет написано первое место в списке, о котором я говорю. Что первое место в списке все-таки была пролоббирована эта норма о том, что Батьевщина, например, подавала 5 человек, 3, чтобы было обязательно, ну, проходило, если партия проходит. Но все-таки остановились на такой конкромиссной цифре один. Поэтому следующее в бюллетене будет это название, фамилия, вернее, человека, который идет первый по списку. Обычно это или руководитель партии, или какой-то значимый человек в районе. И третья фамилия это будет человека, который конкретно идет от данного округа. Ну, как я вам приводил пример, там по Северодонецку, да, там идет от количества населения. Например, по Новосковскому району там, скорее всего, будет 20 чем-то депутатов, как бы, ну, не район, а уже это будет территориальная громада, как бы, там от количества населения. Согласно новому законодательству депутатов можно будет отозвать. Скажите, кто это сможет сделать? Смотрите, в чем, да, есть определенный плюс вот этого закона, но если мы говорим, насколько он лучше предыдущего. В предыдущем на законе тоже была условная норма, как бы, об отзыве депутатов. Но за пять лет, как бы, вот этих советов, лично мне не известен ни один случай отзыва депутатов. Хотя, например, там тоже были прописаны нормы, почему, ну, можно было отзывать. Они остались и в этом законе, но не была прописана нормальная процедура. И за пять лет в Украине не отозвали ни одного депутата. Хотя примеры были и по Луганску, и по другим городам, где люди нарушали закон, а это и получали сроки, но ни одного не отозвали, вот, к сожалению. Вот, в данном законе четко прописана вся процедура отзыва. И в данном законе прописана процедура отзыва мэра. В предыдущем законе этого не было, вот в чем суть. И это называется процедура, раньше она по-другому называлась, сейчас эта процедура называется народная инициатива. Вот, ну, скажем так, она, ну, долго сейчас расписывает, ну, это надо смотреть закон, кому это будет интересно. Ну, она там очень-очень детально прописана. Но, скажу вам честно, как бы, там тоже есть вот такой момент, вроде как бы это названо народная инициатива. Есть там определенная процедура, которой люди должны пройти, собрать определенное количество подписей, собрать, ну, инициативную группу, потом подать все это в ТВК, перед этим собрать списки. Потом ТВК принимает решение об отзыве и рекомендует той партии, от которой прошел этот депутат, этого депутата отозвать. Соответственно, люди прошли всю-всю процедуру, она достаточно сложная. Вот, ну, она и не должна быть легкой, потому что мы же понимаем, как бы, дело серьезное, да. Вот, но решение принимает партия. Поэтому тут вот как раз стоит, и партия может как принять, так отклонить. Но вот тут как раз есть политическая ответственность, понимаете. Если партия примет решение отклонить, да, то, соответственно, она потеряет поддержку этих людей. Поэтому есть вот эта определенная политическая ответственность, понимаете. Поэтому крупным партиям будет выгодно, чтобы, ну, люди к ним нормально относились. А если это партия какая-то техническая, да, ну, вот мы же прекрасно понимаем, что есть очень много партий, которые созданы конкретно под выборы. Ну, я же там, любая партия, там, условно, назовем ее «Голубая планета», человек ее взял, купил, провел здесь там 10 человек, ему не надо, чтобы эти люди прошли, эта партия прошла в следующих выборах, он ее купил на эти выборы. Вот сами представьте, провели люди, ну, вот эту серьезную, как бы, народную инициативу, и подали в эту, условно, ну, такой партии, насколько я знаю, нет, поэтому это не реклама, там, «Голубая планета», да, вот, и они подали там куда-то, куда, где этой партии, просто и фактически ее нет, в какой-то офис, ну, как обычно же, этого офиса нет. Естественно, никто не будет отзывать этих депутатов, правильно, потому что была цель провести этих депутатов в совет от этой партии, для того, чтобы они решали определенные вопросы. А крупным, как раз, партиям будет интересно мнение людей, то, как есть и в Европе, да, что если политик попал в какой-то скандал, вот, например, как сейчас в Англии скандал, там попался один лорд, да, из палаты на отношении, там, зулящими женщинами совсем, все, он подал сразу в отставку, и он ушел. У нас, к сожалению, данная практика еще только-только где-то потихоньку что-то близко начинает, да, вот, ну, увольнение, там, министра экологии, Ташкиряка, вот, с его полетом, вот, и это правильная практика. Если ты попался, да, партия, которая тебя двигала, ей, ну, не то, что выгодно, она понимает, что ей не нужно, скажем так, то, чтобы народ... Лишний конфликт. Лишний конфликт, да, и они рекомендуют этому человеку уйти. Поэтому и здесь это будет. Поэтому, вот, я же, в чем есть плюс, как бы, ну, вот этого данного закона. Какие вот еще могут быть причины отзыва депутатов? Причины, в принципе, остались, по большому счету, те же самые. Там, несколько причин, как бы, основных. Это пропуск половины сессии без уважительной причины, да. Это нарушение законов Украины, ну, соответственно, решение суда о том, что человек виновен. Это невыполнение своей предвыборной программы, ну, по сути, да, если человек пропускает половину сессии без уважительной причины, то он уже, как он может выполнять свою предвыборную программу. И там еще буквально, там, пару пунктов уже, ну, в принципе, они остались, по большому счету, те же самые, как бы, вот. Но, просто прописана четкая процедура, как это теперь сделать, как бы, какое количество людей надо собрать, или какая инициативная группа. Ну, просто теперь люди, если захотят это сделать, они могут это сделать. Есть, например, примеры, вот, по-рубежному, да, не буду называть фамилию, но там один депутат, он еще несколько лет назад уехал в Канаду. Соответственно, он не выполняет свои обязательства, да, он не защищает интересы людей, которые его избрали, но его отозвать не могут, потому что не прописана процедура. Вот и все. Денис, согласитесь, должность мэра – это всегда лакомый кусочек. При децентрализации это ключевая фигура. Как выбрать ее честно? Ну, чтобы выбрать ее честно, как бы, надо, скажем так, наказывать тех людей, которые работают на выборах нечестно, да, что, к сожалению, пока у нас в стране еще очень редко делается, ну, по примеру, скажем так, парламентских выборов прошлой осенью, которые были. Ну, скажем так, они были достаточно в определенном смысле честные, но были замечены и факты подкупа и всего остального. Вот, к сожалению, люди, которые это делали, ну, по моей информации, ответственности не понесли. Поэтому для начала нужно наказать тех людей, которые фальсифицировали выборы прошлой. И когда люди будут понимать, что ответственность, как бы, она в любом случае наступит, да, то, а те деньги, которые им платят за то, что они делают нечестно, то, скажем так, они будут работать чуть по-другому. Но есть еще отличие местных выборов от парламентских. На парламентских очень тяжело снять кандидата, да, и вот, например, выборы в Чернигове показали, да, что, ну, там же сколько было нарушений, но никого не сняли, потому что на парламентских выборах кандидата снять почти невозможно. Например, на выборах даже осенью было кучу судебных исков, но не снялишь ни одного кандидата. То, например, на местных по старому закону это делалось очень легко. Два предупреждения, вот, и у партии, например, тогда была партия регионов, как бы, при власти, и они очень хорошо использовали эти два предупреждения просто и снимали неугодных им кандидатов очень быстро, не просто эти предупреждения фабриковали. Вот, поэтому для того, чтобы выборы прошли честно, как бы, они должны пройти в первую очередь достаточно демократично, как бы, и просто милиция, СБУ и те службы, которые должны за этим следить, ну, они должны за этим следить. Ну, и самое главное, люди должны их честно проводить. Вот, вот и все. В новом законе как прописаны условия выборов мэра? В новом законе, значит, города от 90 тысяч выборы мэра в два тура. Вот, кстати, вот это один из больших плюсов данного закона, потому что раньше мы очень часто имеем то, что, ну, там, 10-11% людей, которые голосуют за определенного кандидата, потом определяют мэра. Сейчас в городах у 90 тысяч, как бы, в нашем случае это Северодонецк, как бы, Лисичанск, ну, в Луганской области будут, мы выборим мэра в два тура. Если ни один из кандидатов не берет больше 50% голосов, то проходит второй тур. И там уже, кто больше набрал, тот и побеждает. Города, естественно, ниже, меньше 90 тысяч населения будут выборы, ну, как и раньше, по принципу большинства. Вот, в один тур. Поэтому я считаю, что это один из плюсов данного закона, как бы, выборы в два тура, потому что вот тут как раз и будет очень серьезный, как бы, момент. Потому что вот вам простой пример выборы в Луганске 2010 года, да, когда теоретически там Келенкаров, ну, как это показали, проиграл 21 голос, да. Ну, на самом деле там были очень большие фальсификации, как бы, но это уже вопрос второй. Но при выборах в два тура, во втором туре, то разрыв 21 голос всего не может быть. Ну, разрыв будет гораздо больше. А тут просто ситуация была в чем, что было, как бы, много кандидатов, да, вот, поэтому, ну, вот, примерно так может получиться. А я вижу, при выборах в два тура, как бы, ну, очень маловероятны, как бы, вот такие ситуации. Уже человек или побеждает, или он не побеждает. Согласитесь, выборы на прифронтовых территориях специфические, как таковые. Не получится ли, что вся Украина будет приветствовать изменения, а Луганщина останется за бортом? Это очень сложная тема для разговора, на самом деле, потому что, скорее всего, на прифронтовых территориях выборов не будет. Ну, в данном случае мы имеем три района, Станично-Луганский, Новоядаровский и Попаснянский. Потому что, ну, о каких выборах можно говорить, как бы, когда там постоянно идут обстрелы, как бы, передней линии. Вот, даже, например, на выборах на парламентских, вот, осенью, там планировались открываться участки, потому что никто не хотел брать на себя ответственность, в том числе и ЦВК. Вот, и даже люди приезжали, как бы, с этих районов, ну, там не было кворума, как бы, но там нельзя было проводить выборы, ну, когда золотое бомбили, например, в день выборов и все остальное. Поэтому я считаю, что там, где будет, ну, в этом же законе прописано, не в этом законе, а в решении Верховной Рады прописана норма о том, что глава висково-цивильной администрации будет делать подания на ЦВК о том, где можно проводить выборы и где нет. Поэтому, ну, я думаю, мы будем смотреть по ситуации, вот, какая будет на тот момент, и решение уже будет принимать ЦВК. Но там, где есть опасность для жизни, для проведения, ну, для жизни людей при проведении выборов, я считаю, что на данном этапе, как бы, выборы проводить нельзя. Ну, я вот эти три района назвал, да, плюс, как бы, вот, есть вопросы определенные все равно по городам, да, Лисичан, Северодонецк, Рубежная, потому что все равно, будем говорить откровенно, они же находятся в красной зоне, как бы, ну, доступа артиллерии, как бы, но это решение принимать главе висково-цивильной администрации, в данном случае Георгий Туки, а ЦВК это будет, как бы, утверждать. Вот, поэтому давайте будем смотреть, как бы, потому что тут же некоторые вещи зависят не от нас, как бы. Смогут ли в этих выборах принять участие временные переселенцы? В этих выборах, к сожалению, ну, на данный момент, те, которые люди не прописаны, не занесены в реестр, не смогут принять участие в выборах. Даже справка временного переселенца не поможет? Нет, справка временного переселенца не поможет, потому что вы должны быть занесены в реестр, как бы, а это, соответственно, вы должны быть прописаны. Вот, ну, на самом деле, как бы, мое было мнение, что, лично мое мнение о том, что переселенцы должны, естественно, голосовать вот почему не приняли эту норму мне вам тяжело сказать но отвечу на там скажем так возгласы многих людей по большому счету о том что вот нарушаются права и все остальное да не нарушаются да это плохо я согласен вот но давайте мы зададим вопрос этим самым переселенцам а пойдут ли они на выборы потому что нот уехал человек там условно я не знаю днепропетровск и он там вот живет там уже три съемные квартиры поменял но ему интересно идти на выборы голосовать поэтому его кругу ну за вот этого депутата если он еще уедет возможно с этой квартиры там через какое-то время вот поэтому ну скажем так данная проблема она есть она важна но она не такая серьезная как бы и как есть на самом деле на самом деле надо думать просто о том чтобы эти люди могли вернуться домой как бы свои дома и выбирать депутатов и мэров на тех территориях где они жили где они должны жить потому что это украинская земля поэтому я считаю что они должны голосовать но это не самая главная проблема понятно времени до местных выборов осталось согласитесь очень мало 25 октября до была названа уже цифра и дата на семинары консультации и обучение участковых и окружных избирательных комиссий его хватит избежим ли ошибок которые допускались во время предыдущих выборов смотрите времени всегда мало на самом деле потому что у нас люди относятся к выборам выборы объявляют они начинают как бы к ним готовиться как бы да поэтому естественно времени не хватит его не хватает сожалению никогда потому что сколько людям не говори как бы о том что к выборам надо готовиться заранее как бы ну очень мало кто это делает но тут есть момент чем по большому счету там законодательство она не изменилась кардинально ну как бы во многом плюс вы смотрите момент чем на прошлых выборах 2010 года бюллетень это несколько было сейчас бюллетень будет один на прошлых выборах было но там зависимости от района вот возьмем отдельный бюллетень мэр номера до отдельный бюллетен на райсовет отдельный бюллетень еще там например мог быть поселковый совет дат как мы на восков с вами провели но там некоторых местах это могло быть 45 бюллетеней да сейчас их по сути будет максимум 2 как бы нот как я сказал один партийный да и 2 как бы мэра вот поэтому ну скажем так все равно в комиссиях почти всегда привлекаются большинство это всегда тех людей которые уже выборах участвовали до имеют определенный опыт поэтому ну естественно надо людей готовить заранее но ничего такого страшного я думаю не будет давайте с вами спрогнозируем а вот какую ситуацию конституцию изменит в стране пройдет децентрализация не придется ли проводить новые выборы согласно вот этим вот изменениям придется конечно придется поэтому наше тоже озвученное на центральном как бы уровне о том что ну возможно это будут 2017 году выборы и а возможно даже раньше вот почему потому что давайте ну представим с вами ситуацию вот у нас видите все идет голопом по европам как бы мы быстро быстро проводим эту децентрализацию но если например в польше это было несколько лет естественно вот сейчас но если у меня правильная информация то сейчас успевает только вот ново-псковская вот эта громада естественно другие громады например вот сейчас пройдут выборы они там ну самоорганизуются кто зимой кто весной возможно вот и соответственно уже та карта она не будет отвечать как бы но если они сделают у себя вокруг то соответственно но те депутаты которые избрались в райсовет как бы они где-то это же увеличится где-то уменьшится поэтому естественно нужно будет проводить новые выборы но тут тоже ничего страшного как бы нет что будет нормально денис спасибо что нашли время посетить нашу студию на этом наша передача заканчивается вы смотрели тему дня до свидания а 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 и а и а Продолжение следует...